добрый вечер дорогие друзья или день независимо от того когда вы смотрите этот видеоролик сегодня мы рассматриваем о led телевизор и конечно же это не ошибка экрана на самом деле телевизор работает просто вы его не видите из-за того что у этого телевизора нет возможности показать вам какие-то засветы сейчас я включу на нем какой-то ролик но мы видим сейчас мышку до посреди экрана эту красненькую максимально глубокий черный цвет как только он может быть я не знаю даже как вам на камере его показать вот я максимально приблизил телевизор никаких ореолов никаких засветов никаких цветов никаких пятен нет ничего на этом телевизоре и это действительно завораживает вас погружает в какое-то невероятное ощущение ну а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие зрители, пользуясь возможностью рассмотрим всю линейку OLED-телевизоров 2019 года от компании LG Пройдемся быстренько по разнице между этими телевизорами И рассмотрим все нюансы и технические особенности каждой модели Модельный ряд 2019 года LG OLED состоит из четырех моделей Это первая базовая модель LG B9, потом идет C9, потом E9 и W9 модель Отличаются они по выпускаемым диагоналям B9 выпускается в модели 55 и 65 дюймов C9 выпускается 55, 65 и 77 дюймов E9 в 55 и 65 дюймов И W9 65 и 77 дюймов Это тоже важно, поэтому при выборе телевизора, если, к примеру, вам нужна 55 диагональ То, конечно же, W9 уже взять не получится 65, но здесь у вас разнообразие, конечно же, большое Любую модель можно взять в этой диагонали Стиль исполнения Картина на стене это Signature OLED TV W9 Он идет с дополнительной звуковой платформой Которая дает невероятно качественный звук Конечно же, не буду сейчас ничего говорить Потому что самостоятельно не видел этот телевизор и не оценивал LG E9 это парящий экран, то есть как картина на стене И две модели C9 и B9 это кинематографический экран Такой дизайн предлагается этих моделей Также они идут с подставками для установки на тумбочку Либо на вашу мебель Единственная особенность, что у C9 модели Вы можете обратить внимание Ножка идет практически на всю поверхность телевизора Я в дальнейшем вам по дизайну покажу эту особенность Но открою вам секрет Это направленность звука И ножка отыгрывает в этом тоже большое значение Звук направляется прямо на пользователя Что касается технической начинки По процессорам также есть разница Все модели практически за исключением B9 имеют процессор A9 второго поколения А у B9 модели A7 второго поколения Дальше техническая начинка и качество матрицы у них одинаковое Конечно же мы пока не можем узнать истинное значение пиковых яркостей Поэтому предположим, что яркость картинки у них одинаковая Но я уверен, что более дорогие модели показывают еще ярче Но так как у нас нет данных и говорить об этом не приходится Все матрицы имеют 120 герцовую развертку Поэтому никаких проблем с отображением динамических сцен у вас не будет Ну и конечно же все матрицы имеют OLED самоподсвечивающиеся пиксели Ну и конечно так как эти телевизоры отличаются процессором Я хотел бы вам показать разницу новой модели A9 Что они доработали Каждый год компания LG стремится над доработкой своих процессоров Поэтому здесь вы получаете новую мощность по обработке картинки Еще более высокий контраст Еще более высокую оценку текучего изображения Поэтому конечно же оно становится еще более четким и реалистичным Мощность процессора увеличена практически на 30% Даже более у новых моделей И сегодня в обзоре постарайтесь увидеть эти прекрасные цвета Эту детализацию, поддержку формата Dolby Vision Я думаю что купив OLED телевизор с новым процессором A9 второго поколения Вас ожидают просто невероятные ощущения от просмотра ваших любимых фильмов, видеороликов И конечно же если честно Любой контент который вы раньше смотрели на обычном жидкокристаллическом телевизоре Будет выглядеть по новому Добавлена интеллектуальная подстройка картинки То есть телевизор адаптируется по световому датчику на окружающую среду И в зависимости от этого выставляет все детали и яркость изображения Но также что я заметил в обзоре этой новой модели Что он еще адаптируется под саму картинку То есть то что вы смотрите на экране Ну и конечно новый процессор A9 второго поколения Отлично обрабатывает звук Звук как будто идет из экрана Это честно вам даю комментарий Плюс он адаптируется под условия помещения в котором установлен телевизор Поэтому объем и какие-то невероятные впечатления вы обязательно получите Смотрите качественный контент на вашем телевизоре А уже телевизор сделает все чтобы вы просто погрузились в невероятные ощущения Как звукового так и визуального характера Поэтому A9 процессор действительно работает Делает картинку невероятно красочной И звук невероятно объемным и чистым Что касается самого дизайна телевизора LG OLED 55C9 Он конечно невероятный Я хотел бы чтобы вы увидели его вживую Обязательно посмотрите если у вас есть такая возможность Что касается ножки Она здесь расположена полностью по периметру телевизора И это здесь сделано не зря Если вы устанавливаете телевизор на подставку Он неплохо на ней смотрится То вы получаете направленные динамики Потому что динамики располагаются прямо здесь под экраном телевизора Часть динамиков Также часть динамиков располагается и на задней части Но вы получаете такую ножку Которая отражает звук и дает его прямо пользователю Направляя его на пользователя Дальше что касается самой толщины телевизора Ну наверняка вы видели OLED телевизоры Они максимально тонкие Вот верхняя часть телевизора тоненькая идет И потом уже переходит в техническую часть Там где расположены все платы Вот такая она массивная Также что хотелось бы сказать Что в верхней части задней стенки Которая у нас более толстая Также расположены динамики И при воспроизведении какого-то фильма Либо какого-то звука У вас также звук идет и из этой задней части телевизора Задняя часть тоже глянцевая Она покрыта пленкой Мы конечно же пока не снимали эту пленочку Сам экран также покрыт пленкой Поэтому возможно при ее снятии будет картинка еще ярче Но сам телевизор конечно выглядит невероятно красиво и хорошо Но распаковывать такую вещь очень тяжело и ответственно Поэтому если вы все-таки столкнулись с распаковкой телевизора LG OLED Поэтому берите с собой помощника И следуйте инструкции Инструкция есть в комплекте И у вас все получится Делайте максимально все аккуратно Потому что сам телевизор легкий Тяжелая ножка И на нем практически нет рамок Вообще нет рамки на телевизоре Очень легко можно раздавить дорогостоящий экран Поэтому делайте все максимально аккуратно Как я это советую делать в роликах Но кстати что хотелось бы заметить Этот телевизор нельзя ложить на ровный стол На кровать Его можно собирать только учитывая рекомендации Которые написаны в инструкции к этому телевизору Сейчас я вам для полезной информации покажу Я конечно же понимаю Возможно эта информация и не нужна в обзоре телевизора Но все-таки я всегда переживаю за своих клиентов Если вы даже не мой клиент Я все равно переживаю за то Чтобы телевизор остался у вас в целости и сохранности Поэтому давайте пройдемся по пунктам сборки телевизора Во-первых коробка здесь поднимается вверх То есть вы просто снимаете стяжки с телевизора Предварительно достаете ножки Все комплектующие и снимаете коробку вверх Далее вдвоем берете Стараетесь брать за заднюю часть Там даже в пенопласте есть выемки Которые позволяют взять телевизор за заднюю часть Дальше что необходимо сделать Во-первых в коробку положить назад пенопласт Тот который вы достали Ложите его в коробку обратно И конечно же ознакомитесь с инструкцией Телевизор при этом укладывается на коробку В боковых пенопластах То есть боковой пенопласт идет в комплекте Вы его не снимаете И не снимаете даже вот эту клееночку В которую он замотан Вы просто в пенопласте Ложите его на коробку Предварительно на коробку Ложите вот такую вот тоже часть пенопласта Чтобы кран у вас не провисал И что у вас получается Вы телевизор ложите на коробку В которой предварительно вы положили на место пенопласт, чтобы она не прогнулась Положили пенопласт, который идет в комплекте по середине коробки Для того, чтобы на него улегся экран И положили экраном вниз вместе с боковым пенопластом Попробуйте это все проработать еще раз перед тем, как доставать телевизор Дальше вы прикручиваете таким образом ножку Она состоит из двух частей И дальше уже вдвоем поднимаете телевизор Опять же, беритесь, пожалуйста, за нижнюю часть телевизора Не беритесь за экран, не давите на экран Старайтесь вообще, как бы, руками не давить на него Потому что он очень тонкий и, конечно же, очень дорогой Вот что идет по рекомендациям по сборке телевизора Пожалуйста, по технике безопасности придерживайтесь этих рекомендаций И тогда ваш телевизор останется таким же красивым, каким он к вам приехал И вы будете долго наслаждаться качественным изображением на OLED телевизоре LG По распаковке вот, дорогие друзья, как правильно должен лежать телевизор Сбоку есть пенопласт Также пенопласт подложен под низ телевизора И вот таким вот образом собираем ножку, прикручиваем на 4 болтика, которые, конечно же, идут в комплекте Очень важно, чтобы внутри в коробке, чтобы она не сложилась, тоже был пенопласт Поэтому соблюдайте инструкцию и ваш телевизор останется целым Еще маленькая вставочка об очень полезной вещи, которая подойдет к вашему новенькому телевизору Неважно, какой диагонали, мощности будет достаточно Это стабилизатор напряжения Достаточно взять вот такую проверенную годами уже модель AVR500D, рассчитана она на максимальную мощность устройства в 500 Вт Все мы знаем, что сейчас телевизоры до 200 Вт потребляют, даже самые большие диагонали Поэтому не постесняйтесь, посмотрите и возьмите себе такой стабилизатор По стоимости он в районе 600 гривен Но предотвратит 90% поломок телевизоров, которые случаются из-за перепада напряжения в сети Сам он по себе небольшой, занимает мало места И очень просто подключается в резетку И уже в него тогда вставляете ваш новенький телевизор Без проблем все будет работать То есть вот эту вот часть мы вставляем в розетку И эту и сюда уже подключаем наш телевизор Стабилизатор мы проверили, все работает Проверили на специальном оборудовании, меняли напряжение И он действительно регулирует Конечно у него есть погрешность плюс-минус 5% от значений Но тем не менее, если вдруг будет какой-то скачок напряжения Ваш новенький и дорогой телевизор не сгорит, а просто отключится И все будет в порядке Так выглядит задняя часть телевизора Довольно массивная задняя часть Здесь расположена материнская плата и плата управления Также блок питания Все это переходит в ножку, которая очень тяжелая И держит на себе весь-весь телевизора Ну а мы сейчас с вами рассмотрим разъемы, которых здесь совсем немного Дата производства телевизора 2019 год, а именно 9 месяц Собран он в Польше на заводе Дальше мы перейдем к разъемам Здесь у нас есть разъем для подключения наушников Вот он расположен Оптический выход звука Здесь уже можно многоканальный звук выводить на усилитель Разъем LAN для подключения проводного интернета Разъем для подключения обычной антенны Для настройки цифровых каналов Также разъем для подключения сателлитной антенны Спутникового телевидения Это традиционно у телевизоров LG есть все тюнеры Дальше четвертый HDMI разъем Еще два USB разъема для подключения носителей Либо устройств управления Ну и на боковой части у нас расположено еще три HDMI разъема И плюс еще один USB Поэтому разъемов на телевизоре у нас немного Как вы заметили отсутствуют тюльпаны Да и правильно Кто собирается к такому телевизору подключать аналоговый сигнал Я даже не знаю И компания LG полностью исключила эту возможность Поэтому никакого аналога Все в цифре Потому что телевизор требует качественной картинки Для того чтобы насладиться Высококачественным изображением На OLED телевизоры LG Конечно дорогие друзья по новому заиграют красками Даже обычные видеоролики на YouTube С помощью телевизора OLED Серии 9 серии 2019 года Серии C Поэтому дорогие друзья Сегодня возможно кому-то покажется Что будет много воды Но честно говоря За техническими роликами Вы можете обратиться на другие каналы Я всегда эмоционально подхожу к обзорам телевизора Поэтому сегодня будет много видеороликов Я хотел бы вам передать через фотокамеру Да возможно это технически сложно Качество картинки этого телевизора И поверьте здесь оно на самом высоком уровне Не каждый день появляется возможность Сделать обзор на высококачественные телевизоры А я считаю что OLED телевизоры являются Самыми лучшими телевизорами на сегодняшний день По качеству отображения картинки Поэтому дорогие друзья Я предлагаю вам сейчас перейти К просмотру контента на этом экране Немножко лишь расскажу о технологии Органических светодиодов Эта технология позволяет добиться Невероятного контраста Невероятных оттенков цветов Которые нет возможности отобразить На стандартном жидкокристаллическом телевизоре Даже учитывая технологию квантовых точек Такой возможности нет Поэтому OLED позволяет регулировать Каждый пиксель по отдельности Поэтому сегодня будут и красивые ролики С черным цветом Вы увидите действительно очень глубокий черный цвет Об этом говорит высокий контраст телевизора Также вы просмотрите видеоролики на этом телевизоре Конечно с моими комментариями Я буду вам приблизительно рассказывать Что я слышу Потому что у меня на моей фотокамере Немногоканальный микрофон Поэтому тяжело передать объем звука Конечно же мне повезло И я уже познакомился с этим телевизором И честно говоря это тот телевизор Который не хочется выключать вообще Последний раз у меня впечатления были такие После просмотра Очень давно я вам скажу честно Это было Просмотры телевизора Пионер Плазменных телевизоров Пионер Когда-то такие выпускали И стоимость приближалась к 3000 долларов За 43 диагональ По-моему нет Прошу прощения 42 диагональ Выпускала компания Пионер Поэтому у меня последние впечатления Были как раз Похожи Тогда это были панели Тоже с глубоким черным цветом И у плазменных панелей Тоже была возможность Регулировать каждый пиксель По отдельности Поэтому здесь вы увидите Это вживую Как работает технология OLED Как раз есть возможность Познакомиться на этом телевизоре Сразу хочу сказать Что телевизор не для всех И не каждый может себе его позволить Но я считаю Что если вы уже смотрите На премиум сегмент телевизоров Рассмотрите телевизоры OLED Я понимаю Что очень много пишут Комментариев По поводу того Что эти телевизоры выгорают Или там у них срок службы Достаточно ограничен На самом деле Это достаточно большое заблуждение Я в комментариях Если у кого-то есть OLED Выгоревший телевизор Напишите в комментариях Пришлите фотографию Мы в следующем обзоре Обязательно его покажем Но насколько я знаю Таких телевизоров нет Поэтому Насчет выгорания Это уже вопрос Неоднозначный Поэтому друзья Сейчас компания LG Является одним из лидеров В производстве OLED телевизоров Я понимаю Что OLED дисплеи Там принадлежат И торговой марке Samsung Благодаря тому Что очень много дисплеев Выпускается для смартфонов Но телевизоры LG Являются лидерами В популярности И вообще LG Является лидером В производстве Панелей С технологией OLED Что хочется сказать По этому телевизору Мы сейчас Смотрим Стандартные видеоролики Которые вы могли видеть И наблюдать На других моделях телевизоров Но здесь совершенно Другие впечатления Высочайший уровень контраста Благодаря тому Что необходимые пиксели Просто отключаются И в режиме просмотра Не работают Поэтому вы получаете Невероятно глубокий цвет И соответственно Огромное количество Отображаемых оттенков цветов Можно сказать проще Этот телевизор стоит Один раз увидеть Чем сто раз услышать о нем Поэтому воспользуйтесь Возможностью В вашем городе Сходите в магазин Посмотрите на OLED телевизоре Возьмите с собой флешку Запишите туда Качественные ролики И наслаждайтесь На этом телевизоре Если бюджет На вашу покупку Позволяет это сделать Что касается Настроек телевизора Их здесь Огромное количество Сейчас мы смотрим Режим яркий Я предлагаю Поставить хотя бы Стандартный И вы сможете Оценить качество картинки Потому что яркий Он будет Достаточно сильно Давить на глаза Скажу честно Включал телевизор И днем Ярким днем Яркости Хватает с головой Абсолютно Хватает с головой Поэтому Вы на таком телевизоре Получаете максимально Яркую картинку Можете поставить Даже В самую светлую комнату Единственное Что Для усиления эффекта Яркости Здесь конечно же Установлен Глянцевый экран Поэтому располагать Напротив окна Наверное Не стоит Но Если вы смотрите Вечером В основном Этот телевизор Я не думаю Что это будет Проблемой Сейчас мы Сделаем обзор Также и в вечернее время Обязательно Посмотрим на этот телевизор На отображение цветов На качество картинки Поэтому В конце Обязательно Сделаем выводы По телевизору OLED 55C9 Ну а сейчас Дорогие зрители Хотелось бы вам Включить ролик В формате Dolby Vision Для того Чтобы вы Насладились Качеством Изображения Ну и самое главное Попробовали Услышать Звучание Этого телевизора Поехали Дорогие зрители Дорогие зрители Дорогие зрители Ну вот такой вот ролик Дорогие друзья На самом деле Вы увидели Что Телевизор Распознал Формат Dolby Vision Конечно же Он его воспринимает Легко и читает Здесь установлен Самый новый процессор А9 Второго поколения Поэтому С обработкой Картинки и звука Здесь вообще проблем нет Откомментирую вам Этот ролик Который я только что Включал Действительно Такое чувство Что вы погружаетесь Полностью в изображение Максимально Реалистичные И насыщенные Цвета Вы можете увидеть На этом экране Но отдельного Внимания Заслуживает звук Потому что Если закрыть глаза Такое ощущение Как будто Вы действительно В лесу Вокруг вас Там шумит Ветер Деревья Когда еще Открываешь глаза И такое чувство Что ты лежишь На этой траве И действительно Рядышком Где-то идет дождь Гремит гром И все остальное Я могу много Рассказывать За этот телевизор Но я все-таки Очень рекомендую вам Посмотреть его Вживую Потому что Много Можно видеороликов Смотреть по этому Телевизору Но лучше Один раз Увидеть Этот телевизор Вживую И честно говоря Тяжело вам Сказать Какой телевизор Сможет сравниться По качеству Изображения С телевизором OLED Вы знаете Что и компания Sony выпускает OLED телевизоры LG выпускает OLED телевизоры Поэтому две торговые Марки сделали Акцент на этих Моделях Я вам сейчас Просто поменяю Режимы настроек Вот стандартный режим Режим Эко Режим кино Добавляет Больше желтых Оттенков Режим Спорт Добавляет Таких более Динамических Цветов Режим Игры Увеличивает Реакцию Телевизора И так же Прорабатывает Динамику HDR эффект Также Здесь присутствует Technicolor Это настройки Дополнительные Которые позволят Вам настолько Точно Отрегулировать Изображение По вашим Стандартам Что вы Просто будете Мастером Настройки Вашего Нового Телевизора Дальше Есть Эксперт Светло Эксперт Темно Также Эти режимы Присутствуют Так что Если вы хотите Настроить Ваш новенький Телевизор OLED 55C9 У вас Это получится Сделать Потому что Настроек По картинке Здесь более Чем Достаточно Если Перейти В режим Все Настройки Заходим В экран Выбираем Настройки Режима Изображения И здесь Мы можем Регулировать Уже Свои Настройки Также Очень Удобно Что мне Нравится В телевизорах LG Это то Что каждая Настройка Подписана И имеет Характеристику Поэтому К примеру Изображение АИ Это выбор Оптимального Разрешения Для содержимого Использованием Алгоритма На основе Глубинного Обучения То есть Телевизор Телевизор Сам Распознает Что вы Включаете На экране И подстраивает Необходимые Настройки Делает По яркости И по Контрастности Ну и конечно же По всем Остальным цветам Цветовая температура Уже вас Наверное Не удивит Дальше Мы заходим В параметры Изображения И видим Шумоподавление Дальше Плавные градации Защита Зрения True motion Мы уже Рассматривали Здесь Есть возможность Регулирования Плавности Изображения Сейчас мы тоже Кстати включим Ролик Со снайперами Я вам Откомментирую В режиме True motion Автоматическая Яркость В зависимости От освещенности Где установлен Телевизор Это тоже Полезная функция Которая позволит Не только Сэкономить Электроэнергию А и действительно Иметь Приятные Оттенки В зависимости От освещенности У вас в комнате Вам не нужно Об этом заботиться Поэтому настроек Много Короче говоря Если вы Эксперт И Конечно же Купив такой Телевизор Наверняка Вам Захочется Поэкспериментировать Пожалуйста Заходите В настройки Телевизора И у вас Это действительно Получится Сделать Поэтому Пользуйтесь Телевизорами OLED И получайте Совсем Другие Ощущения При просмотре Телевизора Сейчас дорогие Зрители Мы с вами Посмотрим Ролик Снайперы Переходим В настройку Изображения Заходим В режим Яркий Открываем Все настройки Режим Яркий Открываем Дополнительные Параметры Изображения И здесь Есть режим True Motion Сейчас True Motion Включен На режим Плавно И скажу вам Честно Возможно Камера Не передает Вам плавности Картинки Но я вам Хочу сказать Что здесь Как будто Вы смотрите В окно И дрожания Картинки Никакой Нет Если поменять Режим На выключенный Конечно Здесь кадры Начинают Дергаться И картинка Выглядит Ужасно И это Не совсем Приятно Воспринимать Но если Мы включаем Режим Плавно Действительно Процессор Включается В работу И показывает Телевизор На полную Мощность Матрица В 120 Гц Дает Невероятную Четкую Картинку Даже при Таком Движении Камеры Напоминаю Что для Телевизора Этот ролик Достаточно Тяжелый Особенно Если Это 60 Гц Матрица Без дополнительных Технологий Улучшения Картинки Я имею Ввиду Доработки Кадров Вы получите Ужасно Дрожащее Изображение Которое Невозможно Смотреть Но здесь Сейчас Я вам могу С уверенностью Сказать Что максимальная Плавность Изображения Которое Вы можете Увидеть На телевизоре Сейчас Присутствует На телевизоре LG Поэтому Смотреть Ролик Одно Удовольствие Никаких Неприятных Ощущений Нет Единственное Что Какая-то Очень реальная Картинка Поэтому Слегка Может Закружиться Голова Поэтому Вывод Один Режим True Motion В этом Телевизоре Прекрасно Работает И Я думаю Что При просмотре Динамических Фильмов Вы Ни капельки Не почувствуете Каких-то Неприятных Ощущений Либо Проскакивания Кадров Такого Не будет Прошу прощения Возможно На фотокамеру Это не видно Потому что Фотокамера Снимает С максимальной Частотой В 50 Гц И конечно же Кадры Какие-то Проскакивают И Поверьте Моим Комментариям Картинка Здесь Отлична И Вы будете Довольны Действительно Довольны Еще один Ролик В формате Dolby Vision Который Прекрасно Показывает Качество OLED Телевизоров LG Предлагаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же Если вы любите Поиграть в игрушки OLED Телевизор Тоже подарит Вам новые Впечатления Потому что Графика И Режим HDR Будет Работать На полную Мощность С высочайшим Уровнем Контраста Вы поиграете Даже в те Игры Которые Уже Давно Играли И У вас Все равно Будут Новые Ощущения От Игры Конечно же Не только Изображение А и звук Поражает Настолько Он здесь Мощный Чистый И объемный Но я Предлагаю Все-таки Пару Минут Уделить В просмотру Игрового Видеоролика Дану Дану Субтитры сделал DimaTorzok Честно говоря, смотрится отлично, поэтому удачного вам подключения игровых консолей к телевизору OLED LG. Я думаю, что впечатление у вас будет однозначно невероятное. Также многие из вас, дорогие зрители, спрашивают разницу с прошлогодней моделью C8. У моделей LG OLED девятка означает 2019 модельный год, восьмерка означает 2018 модельный год. И вот мы добавили к сравнению два телевизора 55C9 и 55C8. Оба имеют диагональ 55 дюймов в матрицу OLED и 10 битность матрицы. Что касается технических характеристик, здесь мы можем обратить внимание на среднюю яркость. Она чуть выше у новой модели C9 500 кандел на метр квадратный и средняя яркость у C8 модели 300 кандел на метр квадратный. Хотя пиковая максимальная яркость выше у модели C8 950 кандел на метр квадратный. Форматы Dolby Vision и HDR поддерживаются практически одинаковые, кроме Advanced HDR поддерживается в C8 модели. Что касается очень важного параметра для геймеров, тех кто будет подключать дисплей, вернее телевизор для игрушек, входную задержку практически в два раза уменьшили в новой модели. Она составляет 13 мс против 21 мс у прошлогодней модели. Обе модели используют WRGB панель с белым субпикселем 120 Гц и практически одинаковое энергопотребление. На габаритах я уже не буду останавливаться. По процессору, четырехъядерный процессор и там и там, два графических ядра, оперативка одинаковая, встроенной памяти тоже одинаковое количество. Единственное, что WebOS 4.5 у новой модели. По динамикам их по четыре штуки, но здесь указано, что здесь два сабвуфера. Звук действительно потрясающий у новой модели. Прошлую модель, к сожалению, я не видел, поэтому сказать ничего не могу. Если у вас прошлогодняя модель, напишите в комментариях, как вам звучание. Я думаю, что оно будет отличное. Что касается дополнительных характеристик по обработке изображения, они практически одинаковые. И процессоры только у модели прошлогодний А9 процессор, а здесь А9 второго поколения. Поэтому чуть больше возможностей, увеличена мощность, обработка картинки, звука. Конечно же, никуда без этого не деться. Поэтому можно сделать вывод, что в 2019 году модель 55C9 стала лучше. Если у вас, конечно, есть выгодное предложение по цене, и вы не геймер, то можно брать и C8 модель. Но если вы хотите взять для игрушек, для игровых приставок, либо мощного компьютера, то рассмотрите уже новую линейку C9. Итак, дорогие зрители канала интернет-магазина SmartShop KRUA, хотелось бы дать вам несколько рекомендаций по поводу выбора OLED-телевизора. Конечно же, если вы хотите вывести свои ощущения от просмотра телевизора на новый уровень, однозначно стоит рассмотреть OLED-технологию. Немало мифов сейчас и, естественно, конечно же, проверенных фактов существует об OLED-технологии. Это очень дорогая технология, которая постоянно усовершенствуется. И сейчас можно практически уже не говорить о выгорании экрана, потому что здесь выгорание будет заметно, если вы постоянно, каждый день, на протяжении около 5000 часов будете смотреть один и тот же канал со статической картинкой. Конечно же, это не рекомендуется на телевизорах с OLED-экранами, и производители это указывают. Постоянно дорабатывают прошивки, которые позволяют исключить выгорание экрана. Вот сейчас мы оставили телевизор с включенным приложением YouTube, он перешел в энергосберегающий режим. А я напоминаю, что сейчас телевизор потребляет энергию только на тех пикселях, на которых отображается картинка. Это невероятно круто. Поэтому защита от выгорания здесь встроена. Единственное, что, конечно же, если вы любите смотреть один-единственный канал, и вы будете смотреть его на протяжении 3-4 лет постоянно, не переключая, то вы, возможно, заметите какое-то выгорание. По крайней мере, количество проданных OLED-телевизоров просто запредельное. Оно достигает миллиона штук в год. Но случаев с выгоревшим экраном буквально единицы. Поэтому, дорогие друзья, не стоит бояться и слушать людей, которые вам говорят, что этот телевизор у вас через года 2 или 3-4 выгорит. Это абсолютно не является действительностью, если вы просто смотрите его как телевизор. Смотрите фильмы, телеканалы, играете в игры, а не ставите статическую картинку на несколько часов в день постоянно. То есть он работает у вас в режиме рабочего стола. Поэтому не бойтесь этих телевизоров. Взамен правильной эксплуатации вы, конечно же, получите невероятные ощущения, новые ощущения от просмотра вашего контента. То есть то, что вы раньше смотрели на обычном телевизоре, здесь заиграет новыми красками. А еще если взять телевизор с хорошим звуком, как, к примеру, модель C9, вы однозначно будете довольны своим выбором. Ну и, конечно же, огромное спасибо вам за просмотр видеоролика об OLED-телевизоре LG55C9. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных обзоров. Мы будем рассматривать самые популярные телевизоры, которые продаются на сайте SmartShop.com. Спасибо вам за то, что выбираете наш магазин и за то, что подписываетесь на канал, пишите адекватные комментарии. Честно говоря, очень приятно видеть лояльных подписчиков и адекватных зрителей, которые всегда комментируют видеоролики. Стараемся для вас, дорогие друзья. Поэтому всем спасибо еще раз. И пока. Удачных вам покупок. О, господи. Прости меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok